По просьбе многих людей, очень многие, лично, письма пишут, в интернете ко мне обращаются, чтобы... У меня материалы есть, они в этих книгах, это 38 моих книг. Тут все описано. Я показывал уже. Вот это у меня второй том, открытым оком. Здесь противосектантские материалы. Вот как они отвечают. Без всякой насмешки. Какие местописания приводят. И как должен отвечать православный. На основании Библии, так как сектанты не признают ничего, кроме 66 книг, достаточно. Господь, когда беседовал с самарянами, они ничего, кроме закона Моисеева, не признавали. 5 книг. На основании 5 книг он им доказал. Ну вы же считали, что я Бог Авраама Исаака Якова. Ну да. Ну считали. Ну и что? Где тут доказано, что душа у человека есть? Ну Бог не говорит, я был Бог Авраама Исаака Якова. Он говорит, сегодня. У нас его отца погиб сын. Он не говорит, у меня сын. Он говорит, у меня был сын. Бог говорит, я в настоящее время являюсь Богом Авраама. А у Бога все живы. И они осеклись. То есть у сектантов именно вот это самарянское представление о смысле писания. Ну тем много. Десятки тем, на которые надо беседовать, на которые просят. Я имел очень большие беседы. У адвентистов седьмого дня есть такой Волкославский. Вроде был в Заукской их академии. Он там профессором. Тут Бутов Вадим приезжал. Я с ним разговаривал. И он говорит, да, он профессором там. И он прилетел из Алма-Ата, чтобы побеседовать в беседе, где я приехал в Караганду. Меня вызвали туда баптисты, там менониты. И отдельная была в своем доме. Я могу сказать, прекрасные люди. Я вот мяса никакого не ем. Когда я узнал, что могу послужить соблазном, я исключил. Вина в рот не беру. Не буду есть мясо, не буду вина. Я буквально это принял. Они это знали. Адвентисты спросили, а вы какой чай пьете? Никакого я не пью. Ну, только сами траву набираем. Там бывает щебрец, богородская травка или корень солодки. Я их не оттолкнул, а приблизил. С каким вниманием они слушали, как провожали, как хотели помочь. Я еще хочу раз повторить, что сектанты, если взять 100 вышленых сектантов, это не оскорбление, просто они не православные, разницы нет. И взять 100 православных, выходящих из храма, никакого сравнения нет. Среди всех сект я жил, проповедовал, пил и ел, и там спал. И у меня везде прекрасные, большие друзья. Ни один, ни два человека оттуда пришли, вплоть до старших пресетеров, принимали православие, московской патриархии, и они там священниками стали. И когда спрашивают, вы вели разные беседы, ну что самое главное им нужно сектантам дать? Об иконах я беседовать не хочу, это открыто. Вот я сейчас сказал, об иконах я докажу, что они не правы в течение, допустим, 15 минут. В ускоренном темпе. Что иконы это священное изображение, а идолы это враждебное Богу. Не о поклонении повторяю. Ну а какое нужно такое слово дать сектантам, чтобы они поверили и приняли истину, потому что они в заблуждении. Тема одна, но она раздвоена, это о церкви и о священстве. Никогда, нигде они о церкви не говорят. А почему? У них никакого понятия нет. А где двое или трое собрались, там и Христос. Такого в Библии, во-первых, нет. Нигде не написано, что двое собрались. Не собрались, а собраны иной силой, то есть Духом Святым. И не просто собрались, это и выпить на вокзале может троим. На троих соображают. Но собраны во имя его, во имя его, то есть точно по закону Божию. Вот адвентисты седьмого дня много говорят о законе Божьем. А закон Божий понимают чисто по ветхозаветнему. Икон нет, это как обычно, потому что вышли они от баптистов, фактически все их заблуждения сохранили, добавили своих. Защищая субботу, попутно отвергли душу, преисподнюю. Ну, Христос-то никуда тогда не сходил. То есть настолько искусственно составлено их учение, а нас сами по себе прекрасные люди. Самые долгожители в Америке. Здоровый образ жизни ведут. Но для Христа не это нужно. Даже субботу и ту не понимают, я к слову сказать. Суббота ветхозаветния указывала на новозаветние воскресенье из мертвых Христа. Ее никто не отменял. Вечная суббота и вечное субботство будет в раю. Субботу никто никогда не отменял. Так вот, главная тема это о священстве. У сектантов нет священства. И они вначале упираются, а потом я говорю, скажите, вот у баптиста руководство сидит, вплоть до старшего пресвитера. Скажите, ну от вас отделились некто, недавно отделились, а самом деле это я говорю в Барнауле. Вы их признаете, что это церковь? Конечно нет. Но они из себя молодежь избрали, там он из армии пришел, хорошо поет, но его поставили, эту Валеру, и он у них старший. Вы его признали? Так это... У них же старшего пресвитера нет. То есть меньше благословляется большим евреям 7-7, вы признаете? Ну конечно. Пресвитера старший должен. Да старшего пресвитера нет в Библии. Это вы выдумали. Написано епископ. Епископ. Сейчас они стали называть епископом. Еще лет 20-30 назад этого не было. И тогда было у них совершенно... Слово церковь у них не фигурировало. А сейчас церковь, церковь, церковь. А церкви-то никакой и нету. Я говорю, одни, которые отошли и вышли, а тут действительно уже третий этаж, подвал пошли, а не церковь. Но те ушли, которые церковь себя называют, а вы? Да никто они. Просто раскольники. Так а вы сами-то кто? С сектантами беседовать нужно сначала договориться с ними, что они хотя бы устно сказали, лгать не будут. Я им задаю вопрос. Скажите, когда вы возникли? Уже с первого слова начинают крутить и вертеть. Ну почему прямо не сказать? Ну баптисты когда возникли? Ну в 1609 году, первый, первый, Джон Смит залез в воду, сам в себя руки положил и крестил. Но так нет нигде в Библии. Дальше, 1639 год в Роджерсе, в Англии, первая община. А что вы не признаете? И дальше называют знаменитых своих проповедников. Да зачем мне признавать, не признавать? Со словом Божьим сходится, я его признаю. И признаю его как проповедника, но не в церкви. Я о нем молюсь. Так он не спасется, спасает Бог, не я. Но вне церкви нет спасения, это определенно. И вот о священстве, небольшую тему сегодня пройдем. Я спрашиваю, как вы появились там, ну какая-то новая секта, сегодня вот здесь есть новая жизнь, благословения, апостольские христиане, ну названия какие угодно. Я говорю, новая жизнь, да это у нас Павловский район, у них газета районная, новая жизнь называется. Ну что бы ни не увидели, это стражи Господни, молитвенники Божьи, любое слово берут, и уже новая церковь. А почему? Да в самом основании разницы нету. Церкви нет нигде, кроме там, где есть то, что Христос основал. Где нет Христа, там не может быть церкви. Вот они не отвечают о своем вероучении. Кто создал первую общину? Теперь я спрашиваю второе, а кто так веровал? Баптисты отвечают, ну с первого века, так как мы верим. Ну называйте по порядку. Павел начинает апостола перечислять. Во втором веке? Тормознули. Третье? Ну вот так как вы верите? Ну наверное были. Не наверное точно, называйте имена. Никого нету. Я это беседую с адвентистом седьмого дня. Кто так понимал, как вы, чтобы иконы называли идолами, чтобы не имея рукоположения, сами рукополагали. Во втором веке называйте. Ну в третьем, пятом, шестом до 1841, пока это лжепророчество у Ильяма Миллера не произошло, а теперь от него отрекаются. Да и Лену Айт кто-то понимал так, как вы? Никто никогда не понимал так. Если отдельно были люди, отдельно их никто не знал. А вы как? Да нам и надо знать. Я знаю, что Игнатий Богомосян, второй век, преданный львам, ваттехийский епископ, это тот самый ребенок, на которого Христос взял на руки и сказал, если не будете как дети, не войдете. Поликарс, Мирский, Леонский, Кипрян, Карпагенский, Кирилл Ирусталинский, Ефрем Сирин. То есть я начитал жития, 12 книг, я их всех встречался. 1173. Но иногда в одном житии написано 4000. Вот, Анфим не комедийский, он один. Анфим не комедийский. Ну а какой это год? Ну какой это год? 302. 302. У него 32 тысячи христиан, его паспу было сожжено. 16 сентября по новому стилю. Но 32 тысячи, а только цифра называется, но каждый верил так, как он, потому что как он. Иконы были, конечно были. И не рукоположные были? Не было никогда. Не было никогда. Но они что, молились святым? Да, молились, молились и почитали. И мощи почитали. Ну не так. Я говорю, не так. У меня мощей нету. Я за то, чтобы мощи все из антиминцев похоронились с честью. Я говорю к тому, как правильно верить. Ни один из еретиков не назовет никого до момента возникновения с первого века. Когда я говорю, ну смотрите, вот поставил апостолов, пророков, третьих, учителями. Ну первое коринцево, анкефесянам указано. Кто учителя? Ну апостолы. Ну апостолов мы уже перечислили. Мы медленно работаем. На бумагу записали. Петр, Иоанн, Варфоломей. А где учителя? Они не могут выйти. У нас учителя какие? Да, называем Краштадский, Серафим Саровский. Ну мало ли. Тихон Задонский, Игнатий Брянщининов. То есть нам есть что назвать. Учителей. Они не могут. Даже Кирилл Туровский. Назовем до Никоновской реформы какие были. И вот что мы находим. Я задаю им всегда вопрос, а кто такие еретики? Никак не хотят сознаться, кто такие еретики. Я говорю, ну не вы, но кто? Ну назовите, по каким качествам мы можем узнать, что это еретики? А вы знаете, у нас написано, вопреки учению церкви, это еретики. А у вас учение-то, оно нигде не зафиксировано, и вы не знаете, кто еретики, являясь сами еретиками. Читайте Титут 3.10.11. Галатам 5.19.21. Повторяю, для нас главное это Матфея 22. Вот это для меня беседует. Моя задача не убедить, а засвидетельствовать, чтобы не имели извинения на суде Божьем. И те, кто слушает, для вас сегодня исключительно важный день. Вы можете из тех, кто перейти в церковь, но с сегодняшнего дня у вас не будет извинения, что вы не слышали. Я же, представьте, 50 лет собирал эти материалы, трудился. Я это написал в книгах, но сейчас попросили в видео, люди не любят, говорят, читать. Но я согласился. Мы читаем Матфея 16.18. Я создам церковь мою, и врата она не одолеет ее. Христос не говорил, что церковь придет в упадок, разрушится. И тогда другие, там Джон и Смиты, или Елена Уайт, или Джозеф Смит, они начнут церковь свою образовать. Нигде этого нет. Он создаст. И во все дни, до скончания века с ними, во все дни. Без переходных периодов. А что в церкви? Ну в церкви всегда были непорядки. Сосуды в доме были чистые и нечистые употребления. Так было в Израиле. Пал народ, да пал. Священники, это разбойники по дороге в Сихем. И как только их не называли пророки. Но ни один никогда не одобрил, если они пошли к филистимлядам. Никогда. А что нужно было? Воставлял Господь пророков. Негодным голову Илья рубил. Жрецам Валовым. А сегодня не так. А я образую новую. Что ты новое образуешь? Вне церкви-то нет спасения. Вне церкви нет спасения. У нас есть такая книга Илариона. Это былисткий подвижник патриарха Тихона. Вне единой церкви вообще нет спасения. Мы сейчас посмотрим. 1 Коринфянам 10.3 и далее. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. С Моисеем. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Кто-нибудь знал, что это Христос камень? Да никто из Сауна не знал. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. Да, многие верующие называются. Но Христос, придя на землю, найдет ли веру? Много вер, Господи. 20 дня тысяча вер. Но ту, которую Он оставил. Ту апостольскую соборную церковь. Найдет Он или нет? А это были, шестой стих, образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Они были походливы на злое, и Бог их убил. А нам зачем это нужно? Чтобы мы не были, это образы. На образах надо учиться. И образы надо не выдуманные брать. Не те, которые сегодня там харизматы валяются, беснуются, ползают, тявкают, хохочут, смех от Бога. Вы не в конце концов дошли до этого, но их уже и баптисты не признают. Понимают, что это лжеучение. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел, если Питер стал играть. Слово «играть» не означает бегать, мячик, волейбол играть. Это означает блудодействовать. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. И погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали. И погибли от истребителя. Сектанты все ропотники. Церковь не такая, я отойду. А там очень легко, ничего вообще не требуется. Главное, иконы поруби, иконы, чтобы не были. Посты не соблюдай, ни Христа, ни пояса. Я сектантов знаю не понаслышке. 50 лет я с ними живу, работаю. Я говорю, вот я узнал, адвентисты не едят свину, свинину не едят. Я признал, что они правильно делают. И мусульмане едят свинину. Но я отрекся и не беру в рот никакого. У нас сейчас великий пост. Для чего? Для всех сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. По крайней мере, некоторых. Для иудеев сделался, как иудеи. Павел перечисляет, какие уступки он делает им. Я разговариваю с баптистскими, с руководящими братьями. Скажите, вот у нас великий пост. Апостол Павел боялся, чтобы кого не соблазнить. Потому что за него умер Христос. Ты против Христа погрешаешь, заходя в это капище. Ненасытные утробы. Но у нас пост. Великий пост. Это апостольское правило. 69 правило апостольское. Вы находитесь среди православного в Барнауле. Вы можете во время поста не есть мясной. Не ради меня. Ни за вкутки. Нигде. А чего ради я не буду. Вот это и оно. Ваша утроба вам дороже всего. И вы пошли с самым наилегким путем, которым сатана обольстил. Даже язычники разных девушек имеют. А тут никого нет. Вы посмотрите, сколько у вас с избыточным весом разжиревших. Нисколько. Не меньше, чем вчера было. С каждым днем больше. В Америке чуть не 80%. А ведь это протестантская страна. Не ропщите. Все это происходило с ними, как образы. А описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Так что, когда мы говорим о тех, которые были, пели или, пили-ели. И не о многих благоволил Бог. Ну что ж, что много сектантов. Там собрания много. Шаповалов. Посмотрите, как он ревет. Ледяев, Алексей. Ну я говорю всеми, кто знает. Посмотрите. Там ничего нет, кроме буйного беснования. Полное сумасшествие. А людей много жертвуют. Сандея много жертвует. Аделаджи. Да много ли? Много. Кто их рукополагал? Спрашивает, а кто такой Сергей Журавлев, архиепископ, обновленческая церковь православная. Там ничего православного нет. Он лже-архиепископ. Он запрещенный и отлученный. Кто их рукополагал-то? Еретики. Там ничего нет, кроме обольщения. Бесноватая, буйная беснования идет. Когда он говорит, как это кривляние, ему даже другого слова не дают, как клоун. И зачем ему это нужно было? Не верит ни во что, а одежду носит. Поехал к евреям, налепил шляпу. По сегодняшний день шляпу не снимает под евреев, подыгрывает. А зачем это нужно? У меня тоже были евреи. Но они обратились, стали православными батюшками. Вторая царь, 66. И когда дошли до Гумнай-Наххоново, Озов простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него. Ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озову. И поразил его, Бог, там же, за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. Дерзновение, а сектанты абсолютно все дерзкие. Даже маленькая какая-то там, совсем ничтожная, только пришла сегодня женщина. И она уже все знает. И священника судит, и патриарха судит. Да ты патриарш, жизнь поживи хотя бы один день. Да я его не оправдываю. Но злословище начальство еще где будет? Какой был пиросвященник? Распинатель Христа. Допрашивают, когда Павла, ему говорят, злословище начальство, что он сразу попятился. А я не знал, братья. А я тебе знаю, что он патриарх. И какими именами только не называет. Ты назови правильным именем. Что он не рожденный свыше. Да. Но взялся руководить страну в стране всеми православной. Да, он не прав. А что ему делать? Уйти на покой. Или чтобы справился. Чтобы не подыгрывал властям. Это все забудется, а проклятие останется. Ну не надо придумывать, навешивать. С этими мощами запутались пояса, богородица и прочее. Я говорю то, что есть. Но оказать ему честь. Он приехал бы, я бы подошел под благословение. Вот хотел Оза поправить ковчег. Что, человеческими силами поправить. Давайте. Ковчег что обозначает? А что он обозначает? Я еще ни разу, ни одного сектанта не слышал, что означает. Я говорю, а внутри ковчега лежали, скрижали. Скрижали что означает? Ну это Слово Божие. Ну а кто под именем Слово пришел? И Слово явилось, стало плотью. А, так это Христос. Ну конечно. Вот назвать Словом. А Слово Божие где было? Вощеве, Деву, Марии. Слева, говорит, твоя ширше же небес. Ковчег обозначает и церковь, и Богородицу. В равной степени. И поправить церковь, наклонившуюся, Богу не угодно человеческими силами. А я выйду. Ну куда ты уйдешь? Ну Оза бросил бы валов и пошел. Пусть оно. А упала бы она? Нет, не упала. Даже на одном колесе бы стояла, не упала. Но Оза этого не зала. Он не погиб. Он телом погиб только. На Озе Бог показал пример. Потому что к общеву посторонние не прикасались. Это редкий случай. И Бог допустил наклон. Может быть там холм был какой-то. И Он поразил его. Да жалко. Но это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на зло, и не пытались выправлять церковь человеческими силами. Ее нельзя выправить. Ее выправляет только Дух Святой через тех, кому это доверено. Исайя 57.4. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи? Прочитайте это и остановитесь. Кто вы такие? Еретики, издеваются над церковью. Зачем вам это надо? Зачем губить душу? Всю жизнь просидит срок за сроком, мотает. Вернулся, попал к еретикам. И уже теперь все судит, какие-то стихи пытается писать. Византия, Вития, ты таланты эти выпроси у Бога. Ни глубины мысли, ничего нету. Только одно. Все. Византия, Византия. Ну, один раз сказали. Но вам больше, чем Тихон Шевкунов-то не сказать. Ну, и начинай заниматься своей душою. Начни поститься, молиться. Иди потрудись для нищих, сирот, бедных, одиноких. Продай имение большое, раздай нищим. Слабо? Число 16.3. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им. Полно вам все общество, все святы. И среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Это вот образ сектантов. Я когда вел занятия в университете, я делал так. Брал вот большой лист, ну не большой лист, а доска. И на доске расчерчивал. Вот так вот доска. Вот здесь вот преступление и наказание. Ну, а тут студенты, люди там разных органов. И из КГБ, и из краевой прокуратуры сидят, и из краевой администрации. Вот преступление, бывает какое, штраф за что? Ну, такое маленькое, назовут что-нибудь. Ругался там где-то, оштрафовали. Теперь, 10 суток, ну это пьяный, значит, нарушал. И дальше год дали, полтора. Преступление и наказание. Я говорю только о наказании, а преступления нет. И все говорят правильно. И тут же сидят юристы. Юристы? С отличием окончившие юридический факультет. Наконец, смертная казнь. Ну, тут статьи выстраиваются, как сегодня для патриотов. 282-я. Ну, тогда была другая, 102-я и так дальше. УК СССР. А скажите, РСФСР, а вот теперь здесь живьем в ад? Да такого не было. Было. А за что? То есть, даже вот здесь убийца, раститель малолетних, убил там Чикатило, сколько их людей. Ему только смерть. Больше ему ничего не могут сделать. Не написано, что смерть через медленное мучение, поджаривание на огне. Но вот в огонь идут. А за что? Есть такое одно место в Библии. За отделение церкви. За поношение церкви. Это сектанство. Число 16-я глава. Прочтите внимательно всю главу. И что они говорят? И вот эти люди собрались против Моисея и Аарона. То есть, законной власти, церковной и мирской. И сказали им, полно вам все общество, все святые. Руку какую-то священнику буду целовать. Вот Пасху увидели, и там что только не говорят. И все у них вагины, палосы. И все что-то выше пояса. И это верующие говорят. И вот это, что обливает, это страшно даже сказать, что говорят. И другие, ой, я теперь никогда не буду есть. Будешь есть. Нужда будет, ты будешь после православных кожурки собирать. Не дай Бог, конечно, этого голода. Ну, настолько надмения, столько дерзости, столько злословия. Зачем у вас в руках Библия? Вы заучите 16-ю главу чисел, и вам рта не раскрыть. Абсолютно всем сектантам. Я когда говорю к сектантам, я все время обращаю к себе. Мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви. И когда вот это так называемое признание канонического акта готовилось, ну, как бы объединение, то мы против этого. С московской патриархией мы не имеем контакта в этом деле. Хотя их батюшки у нас служат, наши у них. Но мы сказали, теперь молимся о том, чтобы нам не забунтовать, а подчиниться решению, которое Синод примет. И чтобы мы не вырыли в секту. Я открыто говорил, мы можем потерять все. И мы об этом молились. И мы остались, как есть, без повреждения. Молитесь о том, чтобы вам не быть сектантами. Второзаконие 4.37. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас в потомство их после них, то и вывел тебя сам, великую силу и своей из Египта. Речь идет о богоизбранном народе, а попутно говорить хочу, откуда церковь образовалась. Бог избрал. Бог поставил из левицкого колена. А из Иудина колена придет Христос. Там мог быть священник? Не мог. Не мог. Так они вон как развратились. Тебя это не касается. Жертва от них будет приноситься. Сыновья Ильи были развратные. Жили с женщинами и приходили. Но жертву через них Бог принимал. А если бы другой пришел, написанный из посторонних, то придет смерть ему. Надо прочитать Евангелие от Иоанна, 6 и 8 главы. Господь говорит причину неповиновения. Иераваама, сына Наватого. Это первый, который решил сделать отдельно. Ну, своих священников ставил. И ставил таких, которые хотели. Тех и поставлял. И что с ними было? Дальше. Вот такие Маркин Лютер, который пришел. Джон Смит, Илья Миллер, Джозеф Смит, Елена Уэйд. Это все-все из 16 главы. Прочий легион основателей разных простых тоталитарных сект. Ефесянам 4, 11-12. И он поставил одних апостолами, других пророками, а иных евангелистами. А то мы евангелисты. Евангелистов только четыре на небе Бог поставил. Больше не было за всю историю. И все себя евангелистами называют. Еретики. Иных пастырами. Не пастыря, а пасторы. Все это язык коверкают. Подыгрывая зарубежным своим лжеучителям. И учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Не для разрушения тела Христова. Не для разрушения церкви. Я вот по милости Божией, 50 лет работы, ни одного человека никуда не привел. Всем говорю идти в церковь, которая открыта православная церковь московского патриархата. Да когда столько ошибок вы говорите. Да, будем бороться, будем молиться. Но это церковь, это корабль Божий. А остальное просто щипа поварю. Что такое таинство священства? Вот спрашивают. Это такое священное действие, в котором через епископское молитвенное рукоположение, преемственно идущее от святых апостолов, подается избранному лицу дар Божий. Откуда это известно? 2 Тимофея 1,6 По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, то есть благодать святого духа. А Павел пришел, а там бы уже кто-то на руку полагал. Мирянин, Мирянина. Ну мог ли он признать? Ну так же, как и другое не из ливийного колена, из колена Сахарова пришел бы. Кто его признал бы? Деяние 20,28 Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господу Бога, которым приобрел себе кровью своей, хотя, говорит, из вас останут лютые волки, но Бог вас поставил, вы превратились в волков. В дьяконы нужно руку полагать не ранее 25 лет, а в пресвятеране ранее 30. 6 Вселенский Собор, 14-15 правилам. Священное рукоположение – это не просто знак избрания или полномочия на служение, но через него подается дар Божий. 2 Тимофея 1,6 Дающий рукоположенному божественное право пасти церковь Господа и Бога, которым приобрел себе кровью своею. Деяние 20,28 Где нет закона, рукоположенного через преемства, идущего от апостолов, епископского рукоположения священства, там нет и церкви Христовой. Там нет домостроителей тайн Божьих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. 1 Коринфянам 4,1 Как можно считать того, который не имеет рукоположения, а у кого есть рукоположение, должно из пустоты идет. Ну, начинаешь говорить, ну ты посмотри, кто его рукополагал. А дальше, ну нам зачем это знать? Мы на эту тему беседовали. И некоторые встали тогда и говорят, мы найдем рукоположение. Мы получили от Лютера. Лютер епископом был. Во-первых, он даже священником не был. Янгус был священником, да, но не был епископом. Бог хранит церковь, свои епископы, ну, переходят там разные журавлевы на священники, но епископ не один. Даже Диамид отошел, к сектантам не пошел. За всю историю ни один епископ не ушел, ни к баптистам, ни к адвентистам. А хотели бы они, да, поехали в Германию, навели справки, этот, Менонит и Менон Симонс, но оказывается и он не был епископом. Если там нет благодати и священства, там нет и спасения. Так говорит Слово Божие. 2 Фессалоникий, 3.1.3 Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. То есть такие были люди, которые против Павла учили, сами образовывались, разбогатели, стали царствовать без нас, Павел говорит. Сектанты говорят, 1 Петра 2.9. Но вы род избраны, царственное священство, народ святые. Мы все царственные священства. Мы цари, откровение 5.10. И садяло нас царями и священниками, Богу нашему мы будем царствовать на земле. Но если так, а где ваше царство, покажите его. Священно действовать означает приносить молитвы каждое, а не то, что таинство совершать, совершать литургию. А царями? Ну, царствовать над грехом, побеждать дьявола. У еврейского народа было левее на колено. Но! Это священное колено. Священники все до единого были из одного колена. Им Бог не дал земли никакой, удела-то нет ему. А чтобы они пахали не землю, а священное писание. Исход 19.6. Вы будете у меня царством священников и народом святым. То есть весь народ израильский назывался царством и священством. Но никто же не посягал, я буду совершать таинство. Да, в Новом Завете называемся царями и священниками. Весь народ. Но это не означает, что может он совершать таинство. Крестить и другое. Исход 28.29. И будет носить Аарон имена сыновых израилевных, но на персике судном усевца своего, когда будет входить в освятилище для постоянной памяти перед Господом. Вот кто может ходатайствовать перед Богом на самом высшем уровне. Если же к священнослужению приступал посторонний, не посвященный на служение, то он предавался смерти. Числа 3.10. 16 глава. 18.7. Аарон уже, если нам его поручили, чтобы они наблюдали священническую должность свою. То есть правильно поступали. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Такого православного еще все рукоположны, все до единого. Ну а говорят, что у них тоже там от какой-то женщины... То есть бред какой-то имеет границы, но сумасшествие не имеет границы. От женщины... Ни одна женщина священником не была. Это у протестантов. У протестантов они вели... Гомосексуализм оттуда идет. Теперь только гомосексуалистов они ставят у себя пресвитерами. Теперь женщины у них даже роль епископа занимают. Это все те, которые отошли от истинной Христовой Церкви. Предела безумия вообще никакого нет. В Новом Завете говорится, никто сам собой не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон. Евреям 5.4. Как? Из священного. Как? Починул Мельхоседека. Починул Христову. Сам Христос поставил пастырями и учителями. Ефесянам 4.1.12. Деяния 6.6. И сии, помолившись, возложили на них руки. Но если бы другие возложили... Нет, только апостолы. Другие не возлагали руки. Мы были как-то на рукоположении у баптистов в Новосибирске. И вот они там рукополагали какого-то своего, избранного брата, хорошего. И в это время была шведская какая-то там братская комиссия, не комиссия, а приехали к ним в гости. Но они стали рукополагать, а который там, один из них был, кажется, кинорежиссер, фотограф, они в зале были, они машут рукой, идите, вы тоже руки положите. А он говорит, нет. Я спрашиваю, почему он не пошел? Он говорит, да я и священник. А тот пошел, тот тоже никто, тоже руки возлагает. То есть, Филькина грамота, игра, игра, страшная игра в бирюльке. Даже высказать нельзя. Они вообще ничего не понимают о церкви. И нигде не говорят о рукоположении, вообще ни одной темы не поднимают. Это наиглавнейшая тема, в церкви я или нет. Что пользу я буду подвязать с они в церкви? Приемлет Бог только то, что в церкви. И придет за церковью. Она невеста, она жена. А зачем мне быть при любодеях? Церковь Христова, невеста его чистая. Деяние 14.23 Рукоположивши же им пресвятеров каждой церкви. Они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Значит, помолились? Рукоположили к церкви? А зачем рукополагать-то к церкви? Если уже церковь есть. Значит, церковь при апостоле, а теперь отдельно апостол уходит, там остаются. Читаем. 1 Тимофея 4.17 И при том, рукоположили к каждой церкви. 1 Тимофея 4.14 Не не ради пребывающего в тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. А какое священство? Ну, в священство входит патриарх и до диакона всем. Но рукополагать может только епископ. Священник все может делать, все таинства, кроме одного рукополагать. Почему? Без всякого прикословия меньше благословляется большим. 1 Тимофея 5.22 Рук ни на кого не возлагай поспешно. И не делай соучастником чужих грехов. Храни себя чистым. Вот за этим надо смотреть. А и то за деньги бывает симония. Но опять же, руки возлагали. И нужно выбирать было. Смотреть достойных. Я знаю у баптистов, там у адвентистов столько достойных людей, ведущих правильный образ жизни. Ну, пойдите, найдите епископа. Убедите патриарха, чтобы дал вам епископа. Или в ваших рукоположили. Стоят на одном месте. Я 50 лет их убеждаю в этом. Не могу убедить всех. 2 Тимофею. Дальше. Титу 1.6 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам персветировку, как я тебе приказываю. Ну, Крит-то это остров. Он оставляет ученика своего Тита, Тит-епископ. И как? Каждая церкви нужен персветировка. Зачем? Ну, из среды себя избрали, как первый-то он. Ну, первый сектант это. Сами из себя избрали. Неоткуда-то. Первая. Ну, если он первый, никем не избран, ну, как он может дать то, чего у него нету? На нем благодати уже нету. Если он привину, колену не принадлежит, он все может научиться делать. Подражательно может все создать. Но если еще ничего нет, напрасно тужится. Рождение не будет. Бывает ложная беременность. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Без священства нет и таинства, а значит и прощения грехов. Нет истинного крещения и неистинного причащения. Марк 1, 44. И сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси защищение твое, что повелел Моисей. Да ведь они не такие, они тебе, Господи, готовятся распять. На иерархии была установлена, иди покажись священнику. А почему не сказал, иди покажись дома кому-то или врачам? Закон гласил, сегодня абсолютное море беззакония тех, которые называются христианами. Наконец дошли, как свидетели Иеговы. Все в Библии противоречит. Они тогда отбросили Библию, свою книжку написали, и говорят, это новый перевод, где говорится, что Христос и Бог все отвергли. Меня удивляет то, что баптисты, адвентисты седьмого дня употребляют слово Троица, которого нету в Библии. Значит, существует какая-то грань, за которую шагнуть просто Господь не допустил. Значит, в этом покаянии, из этого я делаю заключение, что еще есть какой-то выход. Лишь бы научили не хулить Церковь Божию. Евреям 7.7. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. Благословляется, это значит, благословили их, возложили руки. Но как возложить руки и благословить, если ты сам никто? Нигде не говорится, чтобы пресвитер пресвитер рукополагал. Они равны. Надо больше. А больше это епископ, пресвитер, диакон. А у вас звания какие-то еще, митрополиты. Ну, это все к епископу относятся. Это патриарх, это епископ. Митрополит, там кардинал это все, и кардинал даже может еще и на диакона попасть. Епископ, архиепископ, епископ, ну как, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник. Ну, есть же. Ну, высший офицерский чин. Полковник, подполковник, майор. Вот так здесь пресвитер, протосвитер. Если монах, то иеромонах, священник, иеросвященник, священник, имеет монашеское звание. Это легко объяснить. Но это все относится к священству. Тит и Тимофей, как епископ, имели право через рукоположение поставлять пресвитеров. На чем он спрашивается задержка? Ну, если мы беседуем, я имею такое полувековой опыт. Все зависит от того, как человек живет. Тяга к святому прямо пропорциональна его жизни. У сектантов есть люди, которые в прелюбодение впадают. Они никогда не приходят к Богу. Как правильно? А которые живут свято, ищут. Они вот сейчас выступают некоторые, говорят, я был пятидесятником, ну, как много хорошего я получил. Я там, оттуда сам. Не был пятидесятником, баптистом ни одного дня. Но я там и Библию получил. Я избрание свое знал с младенчества, что меня Бог на это избрал. Ну и как? Если он правильно живет, ему это открыто. Я вот ему назвал эти места. Ты эти места открой, посмотри, один раз проверь. Что иконы не идолы, но убедились. Что церковь только там, где Господь поставил епископов. Где есть священники. Законно рукоположенное от епископских, хератония называется, идет. Посмотрите, как старообрядцы. 180 лет искали. И они так и никого с себя не поставили. Нашли иноков, отправили их. Они нашли Амросия. Он не был на отлучении. На покое находился греческий метрополит. От него возобновили иерархию. Такие вот древнеправославные. Там от Поздеева они. Новозыбковская иерархия. Но от одного. Но написано, епископа рукополагать должен два или три. Да, нарушено правило. Но в истории церкви было и так, что по одному рукополагали. Единичные. Апостолы, они не вдвоем, а каждый епископ и сам рукополагал. Так что в рассуждении о истинной вере надо серьезно к этому относиться. А не так, что нас много, мы пляшем, мы все одинаково понимаем. Я говорю, что трудно найти сектанцев, с кем бы я ни беседовал. Ну и как-то видишь уже, если он, ну нахально просто идет, спрашиваешь, ты веришь, что в суд Божий. А какой суд Божий? Да о чем тогда разговариваем. Я спрашиваю, ты Библию всю признаешь, что она от Бога? Ну конечно. Я открываю места из канонической Библии, таких мест, притом не одно место. А зачем оно? Мы спасенные. Ну мало что мы спасенные, но Слово Божие говорит без всякого прикословия. Если кто спорит, то в Церкви Божьей нет такого обычая, Павел говорит. Вы спорите, потому что вы не церковь. В церкви кто тот не спорит. Вот смотрите, здесь сейчас готовятся семинаристы, были некоторые, не заканчивали ничего, их рукополагает. А в настоящее время в православной церкви есть хоть кто-то не рукоположный, ну где-нибудь, которые в секту подалися. А так нет нигде. И быть не может. А почему ты в это веришь? Вот говорят, один верит, другой нет, я доказываю. От жизни это все. От жизни. В дальнейшем, когда начинаешь ближе знакомиться, видишь, человек живет в грехе. У меня было так иногда, ну, приехал ко мне человек, верующий брат, он не священник никто, ну, ну, и стал говорить, а речь зашла об антихристе, что ни продать, ни купить, на правую руку начало будет поставлено начертание. А они, баптисты, сидят. Он говорит, а вы знаете, почему, что на правую руку, то почему? Не знаем. Да вообще не знают ничего они. Я любой вопрос буду задавать сектантам, они не знают. А он говорит, Ефрем Сирин говорит, чтобы мы не могли совершить счастный, животворящий крест. Дьявол боится, то лопай, рука правая. Так что я не могу? Я не знаю. Ну, перекреститесь. Они перекрестились. Перекрестились, и в этот вечер они отстали от баптистов. Удивительное дело, одна фраза. И как будто печать какая-то снята была, глаза открылись, заплакали, да как это мы в баптистах столько были, мы этого не видели, не видели. Мы верили в тысячелетие царства. Его не будет. Я вчера только показывал. Оно только началось, вот оно, со времен, когда Христос распятый был. Вот оно, тысячелетие царства, и закончится оно за три с половиной года до пришествия Христа. А в пришествии Христа одновременно общее воскресенье никаких за тысячу лет не будет. Страшный суд, восхищение церкви. Это у меня на сайте Кристиняний день народу.ру. Тысячелетие царства. Это началось в годе, 2000 лет продолжается. Я специально эту тему вчера объяснил. А если не так понимаю, кто где прописан? А ты хотел бы, чтобы уверовали? Хотел, но доказывать больше не буду. Я один раз засвидетельствовал, ну, после первого-второго вразумления написано «Еретика, отвращайся». А он будет завтра так... Он так избрал. Это его выбор. И его ничто не спасет. Мне Бог так открыл. И я тщательно стал расследовать в православии, у баптистов, всю их литературу собрал. От самого начала. Какая была доступна. Иеговистка у меня вся литература здесь была. От самого начала я медленно проходил буддизм, ислам. И только потом уже стал говорить на эту тему. Вот у меня отдельный том. Том 18. Про мусульманство. Вот посмотри, как он выглядит. У них любимый цвет зеленый. Весь Коран разбирается во свете Библии. В сравнении. Евреи, ну, их талмуд. Вот у меня три тома. 23, 24, 25. Любят золото. Под золото и свет такой меняется. Три тома по 752 странице. Разбирается талмуд на основании Библии. Тут никаких нападок нет. Да дарует нам Господь смирение и веру всему, что нам Господь говорит Духом Святым через Слово Свое Святое. И чтобы спаслись все еретики, сектанты, неверующие, все уверовали, приняли истину как есть. А истина открыта только в церкви. Аминь.